Доброе время суток! С вами Виктор Дулин, 27 февраля 2020 года. Итак, мы с вами остановились на пункте 3. Почему я не пишу статью про кулинарию, про блины, хоть сейчас это самая популярная масленица. Не пишу про отдых в Египте, где мы недавно побывали. Этим тоже интересуются миллионы. Опишу и снимаю именно про дождевых червячков, которыми никто не интересуется. Да все потому, что от статьи про кулинарию, даже если я напишу 15 статей про блины, как то рекомендует Денис Павага. Да, я через... Вот видим, сколько у нас здесь гриндаля скопилось. Вот оно. Даже если я напишу 15 статей про блины правильных, то зарабатывать я начну через три месяца. Если я напишу про... Вот, видим, вот это мокрицы, вот здесь. Мокрицы это признак того, что не хватает влаги. Вот, если мы будем хорошо придавливать, то мокрицы нигде не будет. Вот это кокон очередной. Не дендробены, куда я ее положил, а вот сюда нужно класть. Ну, здесь же у нас и улитки, как видим, которые никому не мешают. Так вот, если я пишу, и вы начнете заниматься не написанием статей и в ожидании призрачного заработка через три месяца упорной работы и через пару лет, как я сачкую в написании кулинарных статей. В принципе, я там учусь только лишь для того, чтобы научиться грамотно и правильно писать статьи, в том числе и про разведение дождевых червей. Так вот, если вы начнете заниматься дождевыми червячками, то вы начнете получать доход мгновенно с момента заведения этих идеально домашних животных. Почему? Потому что, во-первых, они будут перерабатывать вот эти ваши отходы домашние. Вы будете оставлять меньший экологический след. Но самое главное, не выносить мусорное ведро, не тратить питьевую воду в канализацию сливая. И за вами будут это не кошки и не собаки, которых нужно выгуливать. Это вот дождевые червячишки, которые сами будут за вами ухаживать. Вам только нужно им каждое утро. Или раз в неделю, или раз в месяц. А может, еще реже. Чем реже вы их будете беспокоить, тем лучше они будут плодиться. Вот видим, вот это вот. Так выглядят дендробены. А вот так выглядят красные калифорнийские червя. И вот видите, сколько слизи у красных калифорнийских червей. И совсем нет у дендробены. Так вот, здесь выгода тройная. Они будут съедать ваши кухонные отходы, ваши фекалии, фекалии и помет ваших птиц, домашних животных, собак, кошек. И вы сразу будете получать идеальное, экологически чистое удобрение, экономя водопроводную воду и расходы на канализацию, кто ее выкачивает из своих частных домах. Всю эту жидкость, которая канализационная будет стекать вот с этих отходов, вся она становится вермичаем очень полезных для ваших растений. Вот видите, как у нас тут прекрасно растут, начиная от кактусов, цветов и заканчивая вот уже цветущими перчиками. А это урожай помидор, экологически чистый. Все это написание статей про путешествия, про кулинарию. Конечно, очень интересно. Про путешествия мы смотрим каждый день, не меньше трех часов всяких роликов. Но, честно скажу, что не оставляем комментариев, только палец вверх ставим всем путешественникам. Очень благодарны им. Но представьте, что все начнут заниматься кулинарией только и путешествиями, статьями, написаниями, написанием статей. Отчего больше пользы? От того, что будем перерабатывать свои отходы, каждый и все вместе с помощью вот этих дождевых червячишек, или от написания статей. Вот в одночасье пропадет интернет, как в Китае он пропал с Ютьюбом. И все. И ваш бизнес статейный, кулинарно-путешественной, бордовой шляпой навернется. А мой бизнес, вот этот, по экономии воды, по получению экологически чистых продуктов, он будет существовать всегда. Даже если на Земле что-то случится, какая-то катаклизма, и человечество не выживет, вот макрицы я сразу давлю, поскольку они никакой пользы не приносят, в отличие от гриндаля. То выживут червячишки, вот, и выживет вся наша цивилизация, кроме нас, которые ее загаживают. Так вот, давайте, цель моя заведения кулинарного блога и написания статей про путешествия, кулинарных статей, только максимально привлечь людей к реальному бизнесу, который не засохнет никогда и не завянет, благодаря вот этим идеальным домашним рвотным дождевым червячишкам. Вы ничего не теряете, начав заниматься этим делом. Вот он, кокон дендробены, не туда бросил. Ну ладно, ну да ладно, ничего страшного. Так что, не мешая своим занятиям по написанию статей, по путешествиям, по кулинарии, по любым другим темам, займитесь все-таки своими отходами. Это более насущная проблема. Тем более, к этому призывает и наш президент, и многие блогеры к этому призывают, чтобы все-таки наша страна стала такой же чистой, как Европа, Америка, скандинавские страны, Швеция, Норвегия. Это все благодаря тому, что люди грамотно распоряжаются со своими отходами, и при этом еще зарабатывают деньги. Норвегия, вернее, Швеции, не хватает своих отходов, и они закупают их в Норвегии, в Европе, поскольку используют эти отходы очень рационально. вот тому товарищу, для которого я делаю эту конкретную запись, и хочет получить коконы и вот этих дендробен, дендробену октаэдру, и красную дендробену, специально для него я перебрал вот эти порядка пяти килограмм компоста, и сейчас их еще второй раз переберу и выпущу в него только вот этих дендробен, чтобы они откладывали кокон. Еще раз пересмотрю, вот в этом я сомневаюсь, дендробен это или красный, калифорнийский, пересаживаю к красному, калифорнийскому. Еще раз все это потом пересмотрю на хорошем цвету и посажу сюда только дендробен. Так что не заморачивайтесь особо с видами дождевых червей, что дендробену, что красный, калифорнийский, везение всех видов. Навозники, дендр, так называемые, старатели, все они одинаково хорошо работают, но только тогда, когда они все вместе, дружно. Вот видите, навозника я взял в этот субстрат месяц назад на улице, где они были при температуре от 0 до плюс 5 градусов, где-то там под травой, и там оказалось больше красного калифорнийского червя, в два раза больше, чем холодоустойчивые дендробены. Но, как видим, дендробена вот здесь вот в общей массе она с большими поисками, значит, быстрее начнет откладывать и больше коконов. Ну, поживем, увидим. Здоровья вам, благополучия, и не бросая своего занятия, что вы там кулинарией занимаетесь, или шьете, или подарки, не знаю, чему ваш бог посвящен, займитесь параллельно переработкой ваших отходов с помощью дождевых червячков. И не стесняйтесь, фекалии и помет ваших домашних животных идеальный корм лучше любых кухонных отходов подходит для дождевых червячков. А гариндаль, вот этот, который здесь есть, он только помогает избавиться от лишних белковой составляющей. Ну вот, теперь, кроме червячишек, покажу еще загорелого, приехавшего позавчера. с Египта Шерм-Аль-Шейха, где я снимал под водой для себя и для вас фильм вот этой камеры, которая, похоже, сдохла. И вот аккумулятор заряжается, который не дал мне доснять предыдущий ролик. Здоровья вам, благополучия и быстрейшего начала заведения идеального товарищнего животного дождевого червя, который будет перерабатывать все ваши отходы без исключения. Всего доброго! Продолжение следует...